Музыка Так, Дмитриевич, мы приехали в сад. Ты от большого и великого-то не отказывайся. Я не отказываюсь. Я уже минуту его показывал. Нет, ну пойдем, сад так сад. Давай. Что будем смотреть? Персики. А, персики есть. Есть. А идет запись, да? Идет, идет. Урожай в этом году слабый был на абрикосы, сам знаешь, вообще практически не было здесь. Это об черемах сколько есть? Черемах. Да, каждый год бывает. В Сизой мое дерево, феноменальный урожай. Вот такие вот. Сейчас покажу. Этот абрикос? Да. А, это красавица. А, Серафим. Амур, Амур. Нет, все-таки Серафим. Серафим оказался. Я взял эту старую запись. Оказывается, одно дерево вы это уничтожили эти, ну, строители. Там новый дом. Строители уничтожили. Строители. А я по счету получил все равно. Здорово. Разверни против света. Ага. Вижу теперь. Ну, нормально красавица. Ага, 100-граммовая красавица. Вот они. Короче, на руке. У меня сегодня вебинар. Я там покажу старый снимок на фоне. Вот, смотри, вот этот самый дом, видишь, девятиэтажка, где магазины. Вот. Я снял его на фоне. А потом уже речь приготовил, что Леонид Дмитриевич после этого взял и спилил академика. Ну, что ты со своим академиком? Я здесь единственник. Давай, давай, давай. Не надо мне те, понимаешь, я потребитель больше. Понимаешь, что такое? Вон, зато, вон, видишь, лимон какой-то. Я говорю, ЮНЕСКО должна была, организация введенных нас, прислать комиссию, повесить на нем табличку и запретить тебе подходить. Вот, это твоя чертовщина? Вот. То, что ты голденом называешь, да? Я уже не называю, извини, скромность, голден-железово. Вот, смотри, в этом году их очень мало. Но вот эти дойдут осенью до... Ой, они грамм на 600-700, а то и до 700. Нет, самое большое пока 540. Про 600 не загибай. Ну, должно быть 600. Значит, Алматинский аппорт не превзошел еще? Нет, не превзошел. У нас соревнования. Твой аппорт. 530 или 550? Я уже сейчас не помню. У тебя было, это, 545. Вот такие вот. Дочка стоит, у нее что лицо, что это, видел? Я так же фотографии. В общем, пока равновесие. Там у тебя весы и где-то 540-545. А, да, там на весах еще было. Я вас поснимаю, чтобы вы... Точно. Короче, у нас-то пока 1-1. Вот это вот 540. Правда, в твоем саду она была случайно. Не случайно. Это... Я в тебя... Ты, наверное, все уже забыл. Взял саженец. Только-только. Вы тогда помнишь, с Юрой Красноярским? Прививали и тут же в горшки садили. Сразу прививали. Я один из них такой взял. Подарок, то есть. Он за лето дал всего вот такой вот побег. И хреновенько себя чувствовал. С трещиной не зарастала, потому что это было... Вращеб сделано, да? Что-то... Ну, сам понимаешь. Это саженец выдернутый дичок. И сразу привитый. И сразу посаженный одновременно. Была у нас такая практика. Нет. Я так часто проектирую. Он прекрасный. В русском земле. Здесь я с ним взял черенок. Да, я взял черенок. Сделал другое дерево. Вот это на Семянке, на Сибирке, на этой привитой. Тот сдохнул, а этот резко пошел. И вот с него получился твой этот самый голод. 500-540 грамм. Ну, я в прошлом году тебе отдавал, да? Да, я вешал. У меня где-то есть снимок. Не знаю, Лен, я тебе подпишу. Есть. Ведро и груши, да. И среди груши вот дурно. А у меня, видите, Лен, я фотографировал. 500 грамм. Так что ты меня опять обошел. Ну, пойдем. Так, пойдем на персики смотреть. Хорошее дерево, да, вот это вот. Форменка. Она каждый год хорошо плодоносит. Так, не уходи далеко, голос не будет слышно. А мы догоним? Догоните. Вот если сейчас со стороны света снимать, то он вполне прилично выглядит. Ну, как настоящее дерево. Как оно, в принципе, и должно плодоносить. Как настоящее. Ну, нормально. Ну, для этого года еще много. Нет, этот год на яблоки как-то слабоватенький. Жидковато. Да. Очень жиденький на то, что было в прошлом году в крайнем избытке. Ну, вот сейчас пойдем все посмотрим. Я не знаю. Лучше, наверное, вот так. По самому. А, вот быре ранее над вами. Опять же, ее тяжело снимать с этой стороны. Как раз отсюда все видно, сейчас против солнца. Смотри, сколько груш. Оттуда не так заметно. Хотя, заметно. Вот какая. Давай, заходи. Вот, смотри. Нет, на это он еще жалуется, что год плохой. Нет. Груши, что буре, что лютневые, да, прекрасно каждый год плодоносит. Летняя ко мне попала, как зимняя шорта, оказалась роскошь летняя. Но он лежит. А, Гену, подойдем. Скажи про нее пару хороших слов. О, и скажу еще, как скажи. Вот мало плодов на космическое. Космическая груша. Потому что избыток был страшный. Вот твоя нарядная губова. Пришлось даже палку поставить. Сейчас, подожди, мне надо глянуть. Космическая, да. Можешь не сомневаться. А, точно. У нее потом здесь кольцо вырастает. Да, я его искал, это кольцо. Вот, далее. Вот отсюда тоже можно немножко снять. Вот эта, любимица Железова была, это, как она, нарядная Ефимова. Посмотри. Тоже не моя любимица, а золотая медаль порежу. Да. Центр я немножко ее выпилил, несколько стволов, на перепрививку пустил. А, как его, лесная красавица, в этом слабенькая. Вот на нем же привита лесная красавица. Груша, вон она, одна ветка неплохая. Вот так в прошлом году все было. Твоя тоже измельчала. И она потом, ох, выбухает. А, так еще не осень. Она же из осенних сортов. Поздно осеннее. Виноград вас не интересует, естественно. Меня интересует. Да, ну, посмотри, если тебя интересует. Вот квинто. Квинти. Квинти. Правильно, квинти. На Украине говорят квинто. Да. А квинто это польский мошенник. А в Голландии квинти. Ну. Хорошие яблочки в этом году. Вот достаточно. Больше мне их не надо. Ой, какие хрёв. Потому что они крупненькие сделаются. Красненькие такие. Как я их от таможника украинских прятал. Наши ничего не замечают. На этом дереве шесть сортов. Часть из них в этом году отдыхает. Часть плодоносит. Вот, допустим, это ветка. Слышу, что это салтод? Слышу, слышу. Ага. Здесь и нарядные, и фирмовые, и космические. Все, которые у меня есть, все они тут. Если не больше. А вот БРШКО и Лютневые. Вот они на подпорке. Потому что ветка вот плода, глядишь, и сломается. Ой, какое изобилие. Кажется, что про Лютневые. А мы до Лютневой дойдем. А ты сейчас ахнешь. А это яблоня заилийская сорт. Народное название пчелка. Которая покойный Боднер считал лучшим в мире сортом. Лен, вот то же самое заилийская. Оно крупное не растет. Вот уже ему почти родственник одновременно. Я его почти в корень привил. И вот оно компактное. В прошлом году 3 15-литровых ведра с него собралось. Кто бы поверил. Оно мне вон, считай, рост. В этом году слабые очень уродили. Но все равно есть. А вот это. Это чудо-юдо только у нас, наверное, пока и существует. И плодоносик. С той стороны со света зайдем. Это гигант Подмосковья. Груши уже сейчас достойные внимания. А потом вырастут. Как кабачки. Тоже рекордсмены. 540 грамм только. Да. С этой стороны глядь. И вот на таких веточках, на худеньких, вот каждые по полкилограмма, ты представляешь? Будут. Будут. И вот там они потихонечку. Смотри, они уже грамм под 300. Вон они. Наверху они, конечно, мощнее. Это крупнее у нас. Я до сих пор не верю. Вот ущипни меня. И все, эта ранетка. Ущипай. Какая ранетка? Нет, ну это чудная игруша. Я для дубляжа еще себе две таких посадил. Думаю, мне всегда страшно потерять. Персик ложил на землю? Нет, это я гну. Постепенно за лето пытаюсь согнуть. На землю положить. Я спрашиваю. На нем 2-3 плода было. Вон один есть. Там персики, там у нас. Дальше. Как называется персик, уважаемый Леонид Дмитриевич? Как называется? Как называется? Хасанский. Хасанский же или зава? А ты блин. Вот, пошли. Все, я перестал стесняться. Меня мордой тычет. Лена знает, как меня тычет мордой. В этом году мраморная неплохо. Она обычно малоплодная, но вот неплохо. Это груша мраморная. Видишь, он сколько плодика. Вот это тоже дубляж мраморная. Я все деревья всегда сажу по 2 штуки сразу. Ну, по 2 особи. Сейчас пойдем по дорожке, потому что тут можно грохнуться в этих опилках. И подходим сейчас к этой кладе. Груша Лада. Скажи, пожалуйста, ты же не будешь сильно возрастать, если она теперь будет Лада Железова? Ну, еще и не. Все, поймите, меня мордой натыхнули. Я теперь... Хорошо. Вот смотри. Обрати внимание на урожай. Вот это такое было в прошлом году на лесной красавице. Это самая урожайная груша, которую я встречал. Нет, самая урожайная все-таки лютневая. И самая вкусная. Нет, вкуснее лютневая, чем она. Я тебе точно говорю. Лютневая железова. Хорошо. Сейчас мы туда ныряем. Это, смотри, Лень. И смех играет. Значит, мои последние прозвища. Давай, значит... Вот, поэтому я теперь тоже перестал стесняться. Ходи сюда. Вот, отсюда начнешь. Это пока еще Лада. А лютневая? Лютневая, она даже несколько, как бы, крупнее. Вот уже, вот сейчас переходим. Потихоньку. Лютневая. Глянь, что делается. Вот с моей уместной. Е-мое, еще больше. И вот в прошлом году на ней было столько же. Она удивительно урожайная, да? Лада переплюнула. И вкусная. Она чуть-чуть вкуснее. Лада, правда, позже созревает. Недельки на полной. Это из нее веленые груши. Ага. Лада, она универсальная. В этом же, в каком плане. Для более северных регионов. Да. Она прекрасно себя чувствует. Ни одна почка не отмерзает за зиму. Вот вчера подпирал. Иначе она уже согнулась. Думаю, сейчас отломится. Ну, посмотри снизу. Как паук. Все дерево на ножках стоит. Да. Куда деваться? В прошлом году отломало несколько веток. В этом году я сразу драматный стал. Хотя и раньше подпирал, но прошлепал. Слушай, я майского жука поймал. Это такая редкость. Вот он. Да, ну хорошо. Здесь служит сорта 4-5. Знакомься. Ну-ка. Это не майский. Ну-ка. Нет, это я издана. Это жужелица. Это тоже. Черный, да? Ну, короче, он немножечко живет. Это жужелица. Я с такими не воюю. А майский он такой? Нет, майский до сих пор я трех поймал. Трех поймал. Трех поймал. Вот здесь. Видишь? Цвет. Видишь? Вижу. Вот там еще. Короче, здесь смотри, что привито. Это нарядное Ефимово. Быры ранее. Потом лютневое. Потом мраморное. И космическое. Тоже 6 сертоволочек. Все на веревочках, видел? Вижу. Так это с прошлого года осталось. Отломывались ветки. Я их смотри. Тоже один из видов хороших. Чтоб ветки не развалились. Просто их связываешь. Петли вот эти вот. Ну, хомуты, с чего попало, наделал. Да, потом ветки в кучу раз. Одна ветка сломается. А несколько попробуй. Лена, обрати внимание. Это ловушки. О, это я в прошлом. Девочке ему нечего, а он природу угробит. Ага. Ну что, жалко что ли? Почему нельзя поделиться-то? Не-не-не. Я специально культивирую. Ага. Чтоб мне все жара всем хватало. Вот вчера менял. Сейчас посмотрю. Есть там что-нибудь. Плодожоры хорошо ловить таким образом. Ну, в данном случае одни мухи. Вон одна плодожорка там плавает бедная. Ну, вон она живая. Видишь? Угу. А их миллионами за лето вылавливаю. Зато. Константинович. Процентов 10 только сжираю. Вот здесь. Это норма. Это делится. Вон они, видишь, валяются. Каждый день прихожу, и с десяток лежит. Вот здесь, вот смотри. Вот это. Вот она. Это браморная груша. Угу. Вот эта ветка. Вот эта вот космическая. На ней в этом году... Не так много на ней. На космической очень мало. Да, вот она торчит. Ага. В прошлом году вот здесь стояли палки, да? И она аж до самой земли была утыкана, немеряна. А эта даже сняла вот эту вот. Иду. Ну, это тоже это, брышка. О-о-о. Совершенно зеленая. Ну, вот так вот посмотри. Снутри ее видно будет, что там плодов порядков. Так, Дмитрий, все косточки мои. И венгерку сейчас покажу. Ну, сначала персик. Вот. Пошли. Если мы потом заберемся. Вот этот. Видишь? Эти норка под снегом отлежались. Нет. Или ты... Вот центральный стоял, остальные наклонил, все были под снегом. Пошли. Даже не только под снегом, я их листьями подсыпал, а потом... Ух ты! Ой, какие красавицы! Вот пушистики. Это не просто красавицы. И вот туда, оттуда надо снять. Там тоже. Вот эта ветка обильная. Ну, вот эти вот ветки нижние, которые были укрыты, они очень обильно плодоносят. Так, как ты их укрывал? Собрал до кочи? Листья собрал. Нет, я их пришпилил рагулями. Ветки пригнул. Потом листья с саду собрал свежие. Ну, то есть опавшие. Они не свежие, а свежие опавшие. Засыпал. И сверху накрыл агрилом. Вот это укрывной материал. Все понятно. Короче. Все, больше ничего не делал. Потому что... А остальные укрытые были. Вот этот персик вымерз нахрен. По своей технологии, но только не тем материалом, а... Как его обмотал? А синтепоном. Не знаю. Он не то, что вымерз, а высох и подох. Я его потом перетры... Может, обезвоживание у него произошло? Обезвоживание. Он быстрее все высох. И смотри, докуда вы. Вот, я обрезку сделал. А, ну это нормально. Нормально, конечно. Это не значит, что он погиб. Нет. Смотри. Приспасло, милший. Вот эти ветки специально сейчас оставляю. Я их раз вот так на пол. Прекрасно зимует. Значит так, каждая косточка должна... Это самое... Не тебе дело, пожалуйста. Обязательно. Это раз. Бельгерка? Пожалуйста, вот она, розовая, которая... А, вот она. Но привитая она на абрикосе. Вот именно. Она обильно у меня тоже плодоносит. Не ежегодно. Вот зависит. И еще, у нее странность какая-то. Вот растет, растет. Раз, ни с того ни с сего, какая-нибудь ветка засохнет. Засыхает, кстати, это мы тоже заметили. Я их обрежу. Все, дерево раз, раз. Ты бы еще на тополь привил. А не. Откуда ты молодец? Ну, а что ты взял на абрикос? Удивил весь мир. Я ничего не удивил. Зато посмотри, у меня нету поросли вот этой самой. А сейчас... Какой? Косикосодий. Были сейчас в черемушках. Просто лежит вообще. Все. Венгерка почему-то вся опадает. У Миланьи видели, сколько валяется на полу венгерок? А знаешь, что? Венгерок. Венгерок всего эти черви задал. Черви. Именно черви. Кочельщики. Да, 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 да. Ну, что ж поделаешь. Надо весной обрабатывать. Мы ей сказали, что надо. Сказали даже чем. До распускания почек обработать. Мылом. Интовиром даже. Интовиром может. И по зеленому конусу после цветения два. Все и забудь. У меня тоже эти черви хорошо спустили. Это то, что оставили мне. Ну, процентов 5 грохнулось. Вот зайди отсюда, посмотри. Этот персик может быть еще удобнее будет снять. Давай. Актинидия какая красавица. Сейчас я тебя эту дорогу освобожу. О. Это другое дерево? Нет, то же самое. Актинидия. Это я привязал веревкой. Весной у меня веточку одну отломило. Я дерево привязал. Короче, я решил. Видишь? И вот куда ни глянь, да, все, что пригнутое, оно все дало прекрасный урожай. Вот эти вот ветки сейчас пошли. Я их так же. Вот так вот сделаю в зиму. Это уже гарантия, что будет урожай. А то мы через год, через два только имеем. Я со своим снабизом остался без урожая. Я его глядко не пригнул. Да, да, да. Вот она разница между романтиками и практиками. Да я это не совсем практик и не совсем романтик, а как его называется? Я всегда говорю, экспериментатор. Мне интересно эксперимент провести. Вот перегрузка, да, в листьях. Урожай крайне слабый был. Ну, может быть, штук 30-40 было. Это рыжики. На филиппиевском штук 15-20. Дальше. На следующий год я его обкарнаю вот так вот по эти сучки. И сделаю клоновую форму. Вот такую. Она сама клонится. Это я уже это подвязал. Смотри. Вот это вот, видишь? Он уже отпилил. Экспериментирую. Одно дерево оставлю нормальное. Дылду. А это обкарнаю. Так, сейчас попробую достать эту. Тяните. А вон я вижу, вот она висит. Да нет, она не висит. С утра их тут ободрал эти спелые. Она же должна быть спелой. А вот здесь вот были еще немножко спеленькие. Позавчера убирал. Это максимум, сколько она может вырасти? Или побольше будет? Ой, я вообще не знаю возможностей. Нет, это зеленая пища. Нет, имеется в виду по размеру еще нальется или нет? В смысле, сама растение или вот ягода? Это максимум. Пойдем там это покажу. Что не вас интересует это? Она очень вкусная и полезная. В ней ужасно много витаминов. Она когда не... Твердая, она не вкусная. Кислятина. Надо спелые найти. Ну ладно. Да раньше, пойдем висит. Не, я ищу их каждый день. Кого? Вишню, 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 железо. Ну, плодов-то в этом году десяток штук было. Покажи, хоть показать. А, вот два цветочка было на черешне всего. Тоже почки вымерзли и появилась голенастая с этого. Вот она. Пространства такие лысые. Черешня не моя, поэтому мне не интересует. Не твоя. Поэтому у меня она... Это обстуженка. Челябинский песок. Так, я думаю, вишнюю. Вот твоя лишняя. Веганское дерево. Вот оно. А я сейчас пока... Как ты на него лазишь? Так. Вот они уже кончились. Вот там, да, даже немножко есть. У меня таких мало. Это скороспелка Мичурина. Видишь, еще никаких нет, а она уже поспевает. Слушай, ты мне по телефону говорил, что будет. Значит, это на... Не будет. Вон, видишь, голенастая тоже пекает. Все почки посыпались. Вот даже на той вишне, которая типа Владимирская, да? И то было. Я хотел хоть Владимирскую смотреть. А так ее тоже нет. Мы ее уже давно собрали. А остальные птички сняли. Ох, вот в этом году птицы что натворили. Как они жрут. Был урожай, мы слабее. Я не хочу рот открыть. У меня деревья пустые. Вкусно? Угу. Вот это у меня груша самая худшая по вкусу. Серьезно? Остальные фантастика. Остальные фантастики. Вот сравни. Вот это вот с Украиной привез, да? Да. А вот это вот. Это среднероссийские сорты. Вот это вот. Сравни эти листья. Две большая разница. Посидюк. Ну, я, кстати, там у меня штуки три делятся есть. На следующий год посажу на место. С Боднеровской этой черешней. Сеяницей. Лис тоже порядочный. Почти с ладоней. Так, с ладоней. У меня у тебя Боднеровская вот с такими вот. Как полторы ладоней. Вот примерно так. Только вот меня в этом году очень порадовало. По крайней мере, не то что порадовало. Она каждый год радует. Лютневая и лада. Они плодоноские. Лютневая всегда вот такая. Лада в прошлом году была несколько меньше. от ладон. Ну, тоже как вот так вот. А этой лесной красавицы в прошлом году было больше, даже чем вот на этих, на Лютневых. Вообще там страшно на треть. Тоже улеплено и начинают макушки до самой низа. Видишь, как на паука похожее дерево белое. Все на подставках. Эх, я не догадался. У меня же пол ведра этих абрикосов. Которые. Чеких. Супер. Я их теперь так и звать буду. Кого супер? Тебя угостить. У меня в холодильнике лежат. Ну, они кислят кожу. Очень вкусные. Мы вчера всей вечеркой попробовали. Все сказали, неужели такое есть. Да я удивился. Я сам. Вот этот рыжий, у него даже кожа не кислая. Он вообще до того душистый. Я считаю, что вкуснее пока. Но я здесь не пробовал. Он до такого же уровня. Фантастический. А вот это просто сдутые мраморные груши. Они форма почти как у космической. Кольца только нет. И потом она сделается. Вот это все желтое. А вот это оранжевенькое. И на красный переход. Такими крапинками. Это градом постучало. Был градик. И плодики побило немножечко. Нам надо ехать. Зачем? 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 У нас еще 5 минут до конца записи. Можем закругляться. Короче, перспектива развития садоводства Сибири. Скажи. А то ты один такой. Перспективы есть. Нет. Я в хуторе, ты тут. Это черевушка. Нет, нет, нет. Здесь не только я. А это Володя Тотарова. Он же. Вот он. Володя. Филиппиев. Все. А Филиппиев что-то я уже давно не вижу. Куда он делся? У него жена как умерла, и он что-то заглох. Он заглох. Потому что остался в больших долгах. Или из-за этого то, что у него... Давайте я выключу уже, или еще идет. Знаешь, я сегодня был в Большом Караке. Тоже посмотрел. Там столько так же деревьев погибло. Даже в самом-самом верху, там в тайге. Ну, это яблони. Я заметил, у людей саженцы гибнут. И саженцы гибнут. Вот раньше... Вот растет 2-3 года. Говорит, бывает до первого урожая. Черный рак никогда не трогал саженцы. Начинаю с 20 лет. Ну, с 15. А эта болезнь так и не установлена. Мне из Казахстана сброс сделал один из тоже друзей моего брата, двоюродного. Они там сейчас из Италии выписывают похожие на колоновидные. Вот такусенькие яблоньки, тоненькие. На них это вот икон, они сеют их почти как пшеницу. Через той садик. Через 70. И эти натянутые антресоли, шпалерины вот такие. Одни эти проволочины там или что-то такое, по ним их подвязывают. Иначе это не выдерживает, сразу падает. А говорит, этот рак корневой, как они там сказали. Ну, у меня видик был, я его сейчас удалил, память не забил. Вы же замучили. Сады подохли. Корень, говорит, это раз, и сгорает. У нас все прививки на Сибирке. У меня, ты видела хоть один признаки болезни на яблок? Пусик там не так много. А, питомники Железова, Сергея. Уже вот такие. Ты видела признаки рака? Я сам удивляюсь. Соседи все мертво. Все. Прямо вот за забором все мертво. У меня не осталось у тебя соседей вообще ничего. Короче, знаешь что? Я думаю, у тебя... Ну, они резали. Быстрее всего там этот, как вы называете? А у меня Сибирке. Прямо с тайги. Сибирка, Сибирка. Но иммунитет, наверное, получили некоторые деревья. А, я только об этом говорил. Несколько поколений. Выжил, перепривили. Выжил, перепривили. Точно. Пепеншатранный есть тебе? Есть, вот показывал. Да? А то у меня подохнул, так? Тоже от этой хреновины. От рака, не рака. Или, как его считают, тут бактериальный ожог. Я называю бактериальный рак. Ожог это не то. Да ладно. Мы не будем это в химии, микробиологии. Иначе он засмеет. И из этих казахстанских сортов практически у меня начало все выдыхать. Даже алматинский вот этот опор, он кончился. Потом кроваво-красный, местами начало это листья подозрительно желтеть. А это признак того, что корень начинает подгнивать. Вот, совсем недавно я одно дерево выпили. Казахстанское. Пеструху. Пеструшка. Сорт. Столовые десертные давно кончились. Потом отрадные кончились. Лимонка еще целая. У вас есть лимонка? Есть. Мои друзья из Казахстана, они сейчас в хуторе живут. Они мечтают съездить домой и привезти лимонку. Они говорят, мы просто вкуснее ничего не ели. Ну, это им кажется. Зайлийская не выступает нисколько по вкусовым качествам. Единственное, лимонка, она вот такая вот, после цветения только завязывается, и уже в ней сладость. В самом плоду. И когда вырастает, у нее врушевидная мякоть, такая слегка рассыпчатая, сочная. И она сладкая просто. Желтенькая, маленькая, а не, небольшенькие, там яблочки такие. В прошлом году жить их было, вот в этом году мало. Потому что когда перегруженное дерево, плодов мало. Они сейчас вот окусенькие. Пошли, не посмотри. Отсюда вообще подарок покажи, лучше сад Сарагольский. Ага. По качеству плодов. Если еще там есть, не остановим запись. Вон груша, как хорошо видать. Отсюда. Ну, сейчас, через несколько секунд остановится. Вот так проведи панораму. Вот, видишь, зеленка, где самая плотная зелень. Это досюда я каждый год обрезаю их. А вон, смотри, побеги молодые. Тебе на это самое. На черенки. А на что бы мы жили? А, да. А на что бы мы жили? Вон, на твои Ефимы, смотри, уже по полтора метра думали. А на что бы мы жили? На том тоже очень много там.